Эх, ребята, всем привет, меня зовут Компот и добро пожаловать на моё новое видео. Сегодня у меня просто прекрасное настроение, я тут посиживаю, так сказать, отдыхаю на лежанке, гамаке или как это правильно называется. Короче, не знаю, я тут попиваю газировочку и... Что? Вы мне говорите, что какой-то цунами из локеблоков, опасность, нужно строить бункер. А, ребят, забейте, я это всё уже знаю и это реально первое цунами на моём канале, которое я очень сильно жду. Да-да-да, ребята, я пережил уже немало цунами, у меня было и цунами из динамита, и цунами из лавы, из чего только не было у меня цунами, ролики есть на канале, ребята. Но вот сегодня всё более-менее нормально, потому что если сегодня мы всё-таки построим с вами бункер и переживём это самое настоящее цунами из локеблоков, то когда этот цунами затвердеет, когда локеблоки станут как бы, ну, блоками, а не водой, да, мы с вами сможем нормально так насобирать себе предметов, открывая все эти локеблоки, потому что большинство из них удачны. И как видите, ребятки, вода у нас в деревне уже меняет свой оттенок, это значит, что уже цунами близко, и оно скоро будет. Смотрите, в колодце вода, всё, локеблоки, везде у нас, короче, локеблоки, только лава у нас одна не меняется, но оно и логично, с чего бы вдруг ей меняться. Если вы думаете, что я просто тут валялся, попивал газировочку, то вы, ребята, ошибаетесь, потому что я всё уже подготовил для того, чтобы построить бункер. Да, естественно, этот цунами также необходимо, ребят, пережить, потому что если мы его не переживем, то, естественно, мы потом не получим с вами эти локеблоки, которые можно пооткрывать. Ой, я так сильно хочу, ну, ладно, хорошо, мы должны его, по сути, 100% пережить, потому что я купил радужные блоки. Как вы знаете, в Майнкрафте алмазам может противостоять лава, там радиация может противостоять железо, а вот локеблокам может противостоять только радужные блоки. Ну, естественно, я купил эти радужные блоки, и давайте уже поскорее всё строим, потому что скоро будет цунами и злаки блоков. В принципе, торопиться не обязательно, потому что, ребят, я всё, естественно, делаю заранее, всё будет хорошо, будем строить, как всегда, бункер на нашем любимом месте, где я уже однажды, даже уже несколько раз строил непосредственно свои бункера. Особо глубокий бункер мне не нужен, это как бы бесполезно, но окей, можно ещё на один блок копнуться, ну ладно, на два, хорошо, и так будет вполне нормально. И теперь тут уже можно непосредственно начинать строить. Я уже начинаю потихонечку, помаленечку выкапывать тут блоки, я думаю, что как бы всё нормально, да, таких размеров бункера нам хватит. Тем более, мы тут будем ненадолго, нам там всего-то нужно пережить вот эту вот огромную волну из лаки блоков, выстоять её, затем подождать буквально пару часиков, когда они все застынут, и уже выдвигаться на то, чтобы ломать эти лаки блоки и получать крутые вещички. Это будет самая приятная часть данного видео, поэтому, ребята, всё, набираемся терпения, выкапываем вот такую ямку, всё, я думаю, этого вполне достаточно, и теперь уже можно непосредственно ставить сюда радужные блоки и так далее и тому подобное. Вот сюда, 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 вот сюда и вот сюда. Всё, шикарно, ребята, первая стена уже готова. Ура, всё, мы всё сделали, всё, всем пока. Ладно, 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 ребята, конечно же, это была всего лишь шуточка, это всего лишь шутечка, мы ставим сюда факел, чтобы было посвязно. И, кстати, дверь, ну, дверь давайте заранее поставим, а то вдруг я забуду, хотя как можно забыть поставить дверь? Не, не понимаю немножко, но да ладно, и дверь лучше ставить двойную, ребятки, на всякий случай, вот, серьёзно говорю, на всякий случай лучше поставить двойную дверь. В принципе, всё, я сделал себе двойную дверь, всё шикарно, всё красиво, и мы продолжаем делать все стены радужными. Теперь я перехожу к полу, ребята. Ну и, конечно же, как мы можем забыть про наш любимый потолок. Та-дам! Бдыщ, всё, что ж, мы закончили, вы можете посмотреть на это, ребят, да, это полная радужная комната. Я думаю, что вот куда-нибудь в уголок поставим кровать, почему нет? Сундук алмазный, ребят, кстати, для того, чтобы сложить все свои предметы, и мне хватило места. Касаемо других предметов, сейчас я вам расскажу, что я буду делать, но для начала я хочу повесить ещё парочку факелов. Ну, хотя, знаете, даже одного будет достаточно, потому что места у меня не так много. Мы должны сходить в мою деревенскую кузницу, и оттуда взять печки, верстаки, короче, все предметы, которые мне обязательно понадобятся. Всё, отлично, отправляемся. Так, печки с улицы я брать не буду, а вот печки изнутри я обязательно с собой заберу. Ну, блин, ну пригодятся, кто знает, вдруг я захочу кушать. И ноутбук я также взял для того, чтобы не было скучно. Так, дверь запираем поплотнее, потому что цунами может разрушить мой дом, и, скорее всего, оно это и сделает. Но я не так сильно расстраиваюсь, потому что если я выбью алмазы или изумруды, ребята, я построю себе новые на эти деньжища. Так, хорошо. Я поставлю одну печку сюда, одну сюда. Дальше верстак я поставлю сюда, на него ноутбук. И, знаете, можно вот так вот лежать на этой кровати и смотреть какие-нибудь фильмы, сериалы и так далее, и тому подобное. Что ж, теперь я буду ждать это непосредственно цунами и вернусь к вам, когда оно уже начнётся. Хм, чё бы такого интересненького посмотреть? О, чё? Чё, ребята? Вы это слышите? Погодите-ка минуточку, кажется, началось. Кажется, началось. Внимание, все на экраны. Да, ребята, посмотрите! Огромное цунами из лаки-блоков прямо сейчас движется на нашу деревню. Жители номер 13. Надеюсь, что все жители уже подготовили свои бункера или бункеры. Неважно как, жители, спасайтесь срочно! Смотрите на это! Просто реально огромное количество лаки-блоков движется в нашу деревню. Ё-моё, ё-моё, ё-моё! Ребята, я как-то далеко отбежал! Я как-то очень сильно далеко отбежал! Так, не-не-не, надо всё-таки прятаться. Надо прятаться в бункер свой. Блин, как же это красиво! И когда это всё застынет, я это всё добуду и буду просто суперкрутым. Вот такой вот стишочек у меня получился. Интересненький. Всё, ребята, мой дом уже поглощает. И не-не-не-не-не-не. Я всё-таки спущусь в свой бункер. Не зря же я его строил. И пересижу тут полное вот это вот цунами. Посмотрим, что из этого будет. Этот цунами не щадит никого и ничего на своём пути. Так, ладно, я одну дверку приоткрою. Всё-таки у меня есть вторая. И посмотрите на это! Цунами уже подходит прямо сейчас к моему бункеру. Интересно, оно пробьёт дверь или всё-таки нет? Я надеюсь... Тихо-тихо. Я надеюсь, что нет. Не-не-не. Осторожней! О, нет! Лаки-блок идёт сюда! Тихо! Осторожно! Я, наверное, всё-таки закрою вторую дверь. Ё-моё, может что-нибудь подпереть? Хотя у меня нечего. Хотя нет. Радужные блоки на всякий случай возьму. Вдруг радужная дверь не выдержит такого наплыва? Пожалуйста. Пожалуйста. Тихо. Вроде всё нормально. Вроде всё хорошо. Да! Да-да-да! Посмотрите! Этот цунами пробило первую дверь, но до второй не дошло. Это просто шикарно! Ура! Всё-таки, да, действительно, двойная дверь. И это довольно-таки хорошо в данной ситуации. Благо я это сделал. Хух! Ладно, всё, хорошо, ждём, когда это всё закончится, и теперь, когда всё это затвердеет. Я к вам скоро вернусь. Так, ну вроде я просидел тут достаточное количество времени. Об этом говорит мой FPS, лагучий Майнкрафт, потому что, кажется, все эти блоки либо начинают затвердевать, либо... Либо затвердели. Тихо. Аккуратно. Ну-ка, я сейчас сломаю. Да, ребята! Лаки-блок! Реально! Работает! Работает! Мне выпало лаки-поушен. Ну, давайте выбьем это лаки-зелье. И что же произойдёт сейчас? Мне дались какие-то крутые эффекты. Так, ладно, это всё, конечно, весело, что тут лаки-блоки закрыли мне проход. И, кстати, я стал теперь невидимым благодаря этому зелью, как обычно. Мне нужно как-то выбраться отсюда, выломать себе проход. Давайте пробуем это сделать. Так, тихо, тихо, тихо. Немного подлагивает часы. Давайте просто будем быстро ломать всё. Немножечко подлагивает, ё-моё, там какой-то крипер. Тихо. Крипер, по сути, если он меня грохнет, я заспавнусь там. Но я не очень хочу грохаться. Так, вроде камера пишет. Ладно, хорошо. Хорошо, благодаря этому маленькому ФПСу, лагам, багам, я всё-таки смог выбраться, выкопать эти лаки-блоки, выкопать эту яму. Но теперь давайте подниматься повыше. Я взял немножко радужных блоков с собой. Ё-моё! Смотрите, абсолютно всю поверхность моей деревни даже не видно. Абсолютно всю поверхность покрыла лаки-блоками. И, походу, они затвердели. Ну-ка, я сломал один лаки-блок и седло выпало. Окей, хорошо. Слушайте, а что будет, если мы копнемся глубже? Кстати, приятный факт. Ещё не всё цунами затвердело. Как вы видите, тут ещё немножко разливается вот эта вот лаки-блочная водичка. Я ещё не знаю, как её по-другому назвать. И благодаря этому тут есть ещё вот такие вот дырки, в которые я и провалился, когда копал под себя. И теперь вот тут вот я могу спокойно открывать лаки-блоки. Поэтому давайте не будем медлить, и мы начнём. Первый лаки-блок открываем, и тут у нас сундук. Вау, эндер-сундук, это, конечно, прикольно, но не то, что я... А, ожидал. Тихо, тихо, я не понял. На меня, на меня чё-то медлительность наложилась. И помимо этого ещё слепота. Ладно, подожду 19 секунд. А знаете, что я могу сказать? Лаки-блоки умеют пугать, но мне пофиг, потому что я открываю дальше. Выбрасыватели. Ё-моё, где мои алмазы, где... О, господи, тут, походу, слизняк заспанивался, но он, походу, сверху. Блин, мне нравится, что меня тут защищают. Крипер, чёртов, к-к-к-кри-кри-крипер. Так, ладно, камера сняла, камера сняла. Мы сейчас попробуем, ребят, ещё раз. Ну, ничего страшного, с кем не бывает. Что тут у нас комплект? Комплект брони вот, наконец-то, начало выпадать. Что-то полезное, во! Во, давай ещё! Всё, больше алмазов, больше изумрудов мне теперь давай, лух, в принципе, тоже неплохо. Опять этот слизняк вонючий тут огромный заспанивался. Ну, ничего страшного, он сейчас застрянет в этих блоках, и всё с ним будет хорошо. Ну или не совсем! Ну или не совсем! Чёрт, я в ловушке из воды! Кажется, я прямо сейчас лишусь всех своих яблочек и так далее и тому подобное. Ну, конечно, 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 что ещё следовало ожидать. Слизняк, ты ещё жив? Давай тут уходи отсюда, ты мне мешаешь открывать мои чудесные лаки-блоки, которые можешь мне принести что-нибудь. Да отстань ты от меня. Тут слизняк почти всё пространство сожрал, но он, конечно, толстяк. О, железные предметы, это приятно, это приятно. Так, звезда ада, хорошо, копаемся дальше опять сундуки, книжки, сундук, сундук. О, тут уже железка, железка это уже неплохо, но, конечно же, хотелось бы алмазку. Ну, что такое? О, господи, вау, кажется, мне дались эффекты. Да, дофига эффектов, и также опять слепота и медлительность. Ладно, я сейчас буду по фасту открывать, ё-моё, ребята! Я куда-то провалился, куда не понимаю сам. И, господи, слизняк ещё меня лупит. Да что ты будешь делать, я не понимаю. Опа, курочка, которую только что придавил вот этот изумрудный блок. Кстати говоря, изумрудный блок, ребят, наконец-то что-то хорошее. Я это, пожалуй, добуду. Так, тут что? Тут ничего. Так, я что-то тут сломал, наступил день. Ладно, это не так важно. О, редстоун! Наконец-то редстоун! Я этому очень рад, серьёзно говорю, потому что я планировал уже заняться механизмами в своей деревенской кузнице. Это довольно-таки важно, поэтому я возьму лаву! Чёртова лава! Чёртова лава! Надо её быстрее чем-то перекрыть! Господи, я на клавиатуру начинаю нажимать! Динамитом! Ну, конечно, я перекрою её динамитом. Да-да-да, это же ведь так безопасно и так круто. О, господи. Эти локеблоки скоро меня сведут с ума. Ну, ладно, давайте... О, наконец-то! Вот то, чего я добивался! Это алмазы! Наконец-то это произошло! Я думал, это никогда уже не случится. Кстати, опять ночь. Что с этим миром не так из локеблоков? Я, конечно, понимаю, что локеблоки это весело, интересно. Ну, как бы не всегда, да? Но всё же, что тут происходит, непонятно что. Опа, пёсики! Пёсики, это приятно. Пёсики, путь будут у меня тинтишечка выпала. Хорошо, что не бабахнулось. Всё нормально, всё хорошо. Накаркал. Да-да, такая, конечно, тема. Я опять лишился всего того, что добыл. Даже всех алмазов! А, нет, вот он! Нет, пёсики, пёсики! Тихо! Во, нормально, нормально, ребят. Надь, покушайте, Надь. Вы любите рыбу? Нет, какие капризные псы не едят рыбу. О, опыт! Наконец-то! Вот это вот приятно. Вот это вот то, что нужно мне, как Роману Компоту. Это опыт, естественно. Ну и алмазы. Где моя алмаза, которую я так давно уже жду? Вот ещё! Вот! Вот, всё, меня услышали, наконец-то. А алмазы, изумрудики, всё это приятно. Короче, как вы поняли, тут мне ещё открывать и открывать. Тут действительно дофига лаки-блоков, ведь сегодня на нас обрушилось цунами из непосредственно лаки-блоков. И вы не поверите, но я этому рад. Потому что лаки-блоки это не только плохое, всякие там ловушки и так далее. Это ещё и алмазы, изумруды и многое-многое-многое другое. Я уже снимал ролики про лаки-блоки. Что там про... Да господи. Так, всё, я считаю, что ролик нужно заканчивать, потому что уже нужно потихоньку выбираться отсюда, уже разламывать все эти лаки-блоки, расчищать деревню и забирать все предметы себе. Напишите в комментариях, что вам когда-либо падало с лаки-блоков. Мне интересно, кому ловушки, кому алмазы. Ну а с вами я прощаюсь. Всем удачи, вам спасибо, всем пока, ребята.